В эфире самая расслабленная среди экспериментальных и самая экспериментальная среди расслабленных рубрик программы Галилео. Называется она Естественные эксперименты. Ой, эти эксперименты... Отдохнуть хочется. Такие погоды стоят. Куда-нибудь на рыбалку бы поехать. Но всё ведь, всё уже на планете, на нашей загажено туристами. Нету ни одного, понимаешь, места, куда можно спокойно поехать и отдохнуть. О, а может быть поехать порыбачить куда-нибудь на другую планету? Я слышал, что есть такие моря на планете, на другой. Сделаны они из этого, из метана. Но это такой газ, только он в жидком состоянии. А почему бы там не порыбачить, а? На, надо для этого здесь, на Земле, как бы устроить пробник такой рыбалки. То есть нужно немножко насжиживать газа. А действительно, дед мой сжиживал. Помню, у него такой был хороший большой змеевик. Отец у меня сжиживал. Пора и мне начать немножко сжиживать. Итак, что это у меня? Пропан. Хороший газ. Кстати, газ довольно горючий. Убедимся в этом? Попробуем надуть с помощью этого газа шарик. Итак, надуваем шарик пропаном. Вот, друзья, пожалуйста. Вот у меня есть целый шарик пропана. Вот. А я хочу его сжижить. То есть превратить в жидкость. Есть один из верных способов это сделать. Это просто охладить пропан до состояния конденсации. А как известно мне, кстати, мне это известно. Да, мне это известно. Всего лишь при минус 42 градусах по Цельсию у нас газ пропан превратится в жидкий пропан. Ну что? Для этого я всегда использую свой любимый, ненаглядный жидкий азот. Итак, начинаем охлаждать пропан, превращая его в жидкость. Та-та, тра-та-та-та, 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 тра-та-та-та. Температура жидкого азота это минус 196 градусов по Цельсию. Поэтому, естественно, пропану, мягко говоря, хватит этой температуры, чтобы превратиться в жидкость. Итак, поливаем наш шарик, в котором находится газ пропан. Через некоторое время на дне этого шарика, если, конечно, кто-то может обнаружить у шарика дно, мы обнаружим с вами жидкость. Эта жидкость, это и будет, собственно говоря, жидкий пропан. Итак, жидкий азот, по-моему, выполнил полностью свою задачу. Он охладил всё, что мог, включая и наш замечательный шарик. Ну что ж, друзья, давайте посмотрим, что у нас получилось. Предвкушаю, что что-то очень интересное. Да. Вот так выглядит жидкий пропан. Сейчас, если кто-то включил телевизор прямо в этот момент, я хочу сразу вас предупредить, что это не то, что вы думаете. Это шарик. Во-первых. Во-вторых, там, в шарике, тоже не то, что вы думаете. Это пропан. Причём жидкий. Вот, вы видите, что он начинает нагреваться и испаряться. То есть, жидкий пропан испаряется внутри шарика и обратно превращается, собственно говоря, в газ. А теперь понаблюдаем, как жидкий пропан превращается в пропан газообразный. С помощью своей руки, которая у меня обычно больше, чем минус 42 градуса по Цельсию, я начинаю кипятить пропан. Я кипячу жидкий пропан, и жидкий пропан у меня вскипает на ладони и опять превращается в газ. Но это происходит небыстро. Вот. Смотрите. Вот мы видим. Видите, на дне немножко пропана ещё осталось жидкого? И он постепенно переходит в газообразное состояние. Как говорится, я научился сжиживать, а теперь я научился ещё и разжиживать. Этим мой дед, конечно, не занимался. Просто это было неприбыльно. Вот. И теперь в моих руках, друзья, жидкий пропан превращается в пропан газообразный. Ну что ж, теперь можно смело лететь куда-нибудь на другую планету и рыбачить там в целом море пропана. Потому что как выглядит жидкий пропан, мы только что с вами видели. Интересно, а кто же может водиться в этом пропане? Ведь там минус 42 градуса по Цельсию. Какая рыба там? О! А рыба там будет свежемороженая.